Хей! Это всё цирк. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я, ваш верный друг, Дурачок. Сегодня я продолжаю вам показывать Возьмак 1 The Game, а заодно рассказывать, почему это годно, классно и красиво, а тресолюбы не считаются за людей в принципе. В первом ролике вы увидели подробности пролога. Чума, дети, сифилис и проказа. В этом же выпуске вы станете свидетелями человеческого слабоумия, попробуйте узнать ответ на вопрос. Где мне найти спирт? И увидите то самое колхозное дарк фэнтези, от которого я в своё время остался под сильным впечатлением. Под таким же прекрасным впечатлением я остался от Имбо Энерджи. Имбо Энерджи это ультимативный энергетический напиток, который улучшает концентрацию, повышает умственную работоспособность и содержит витамины группы В, экстракт гуараны и корня женьшеня. Прямо не напиток, а ведьмачий эликсир. Также специально для вас были разработаны напитки с четырьмя новыми вкусами, а именно. Вишня, мохито, оригинал и яблоко киви. Облизательно. Но и это ещё не всё. Для комфортного гейминга вы можете приобрести убер-коврик под клавиатуру и мышь. Я сам ею пользуюсь. И знаете что? Это кайф. Заказывай комбо-наборы с напитками и качественной атрибутикой. Также ты всегда можешь заказать Имбо со скидкой 10% по моему промокоду. Но помни, что на комбо-наборы скидка не распространяется. Имбо Энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом. Первая глава. Событие данного отрезка сюжета происходит недалеко от Вазимы, а именно в колхозных кущах, где недавно свирепствовала спидозная чума, покосившая множество народу. Правда это не означает, что проблемы закончились. Нееет. Мы наблюдаем молодую даму и юнца по имени Альвин, которые лампово себе идут по совершенно безопасному ночному лесу. Ой, холодно. Куплю тебе спирт с медом. Да. Спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Как вдруг хоба, адские псы. Догичи, собакичи, мальчик, беги, спасайся. Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Но тут, откуда ни возьмись, ласково потрогай письм, но удачу булдыгам рядом оказывается Гарольд, который становится свидетелем современных колхозных реалий. Геральд, тебя послала нам милители. Там на улице женщина, собаки сейчас разорвут, ее помоги. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникну сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы, люди, просто чудовища. Отойдите, я сам спасу ее! Будь ты проклят! Мы все умрем! Выбора у нас нет. Приходится втягиваться в нашу первую драку против потусторонних сил. Причиной такого внезапного хаоса является некий зверь, который с виду похож на Добермана под спидами. И на этом беды не кончаются. Внезапно мальчика Альвина начинает колбасить и глючить, прямо как после двух тяжечек шалфея. И в таком состоянии он выплескивает пророчество нехорошее. Придет век, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и света. Мир умрет. И возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он старшей крови. Из зерна засеянного, зерна возгорится пламенем. Шани, знакомая Геральта, говорит, что это вообще не Айс, на что Ведьмак весьма логично спрашивает, а ты вообще кто такая? Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? К сожалению, я потерял память. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология еще только зарождается. Вообще все не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалению, констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Это Рыжая, один из книжных персонажей, который по своей профессии врач, терапевт, хирург, ухо-горло, и просто приятная для общения дама. Она поясняет Седовласому за местные положеники, а именно рассказывает, что зверь уже достаточно долго терроризирует местных, и, наверное, кто-нибудь да заплатил бы за его изгнание. Я знала, что это тебя заинтересует. Плюс она подкидывает инфы насчет нашей главной цели, а именно про бандитов, что напали на Каэр Морхен. Этих бомжей называются ламантрами. Они терроризируют округу, собирают дань, и вообще они недавно совершили зверство, а именно выпоролили малолетнего пацана Ламией, кнутом, который покрыт шипами и ключками. Очевидно, что мальчик после этого не выжил. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Они убили кое-кого, кто был мне дорог, и они украли у меня спирт. Не хотела бы я быть на их месте. Самое смешное, что все эти речи происходят на фоне страдающего Альвина, который с виду уже скоро копыта откинет. Хорошо, мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его. К сожалению, двинуться прямо в Азиму мы сейчас не можем, так как туда пускают только по пропускам из-за буйства чумы Катарионы на территории города. И без помощи посторонних нам туда не попасть. Поэтому хочешь не хочешь, а придется тусить на площадках и наводить порядки. Большинство больных уже умерло, но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чему. Не хватает только сборщиков налогов. А это, знаете ли, дело не из простых. Нам необходимо взаимодействовать с местным людям, среди которых в большинстве своем предвзятые суеверные дегенераты, которые кроме как бухать, срать и брать юных мальчиков против их воли ничего больше не умеют. Поэтому очень часто мы можем стать свидетелями вот такого отношения к Ведьмаку. Чего тебе здесь надо? Пива. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пива. Закончилось все. Ладно, сейчас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Да пивай давай. Мы закрываемся. Характерщик, еще раз такое сделаешь, и я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Вот так именно и выглядит типичное европейское фэнтези. Хотя стоит подметить, что общение с местными порой бывает любопытным. Приветствую тебя, странник. Ты кого-то мне напоминаешь. Допустим, один бард говорит, что мы очень похожи на мастера Геральта. Когда же мы отвечаем, что мы и есть Геральт, он рофлит над нами и говорит, что мы деревня. Настоящий возьмак, который уже давно женился на чародейке и сейчас чилит с ней в райских кущах. Уже даже просто людины знают, что Геральт мутит с Йеннифер, но это рыжий, смердящий салак и все по барабану. Шурин мой, например, зарабатывает на хлеб изготовлением кирпичей. Может и я присоединюсь к нему там, на болотах. О, не, про это мы потом поговорим. Также мы в этой таверне знакомимся с не менее важным персонажем, а алхимиком Калькштейном. Приветствую тебя. Приветствую. Я Калькштейн, алхимик. Он знаток своего дела и к этому самому делу он относится максимально рьяно. Геральт, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь за разрешение на исследование твоего тела? Тебе не по карману. Тогда, может быть, согласишься на посмертное вскрытие? Мое уважение к алхимикам стремительно испаряется. А еще для него мы можем выполнить заказ на кровь гулей. Кстати, насчет заказов. Не стоит забывать, что наш Гришальт ведьмак. А значит, он вне зависимости от своих главных задач должен также зарабатывать на жизнь убийством всякой гадости. Я у дедушки ремесленник. В каждом поселении есть вот такая доска с объявлениями, где мы всегда можем найти задания для заработка. При игноре побочек мы будем нищие и несчастные, как большая часть населения этого мира. Здравствуй, красавчик. Ты выглядишь усталым. Постой-ка. Это не ты спас того ребенка у ворот? О боже, у нее прическа в форме писяндрика. Сейчас наша задача это добраться вот сюда, так как тут живет чуть больше людей. А еще потому, что там обитает некий преподобный, который неофициально является главой местной колхозоты. Правда, я на свою дурость решил свершить этот пробег ночью. Если днем в данных землях относительно безопасно, то вот ночью просыпается нечисть. Внезапно умирают собаки. И что самое страшное, на охоту выходят озабоченные алкаши. Эй, ведьмак, помоги! Отвали, белый, монстров тут нет. Что такое, Лысина? Драться с ведьмаком кишка-танка? Заткнись, девка! Сейчас убедишься, какое есть достоинство у настоящего мужчины. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас его потеряешь. Вот знаете, раньше я жаловался, что многие РПГ слишком фэнтезийные и сказочные. Мол, хочу побольше рофлов, как с тем же темным братством в Блевионе. Так вот, в первом ведьмаке фэнтезийная составляющая настолько порченная и опошленная, что в некоторых моментах аж страшно становится. Если, будучи мелким, я мечтал о жизни в Азероте, Тамриэле или другом подобном мире, то вот попадание во вселенную ведьмака было бы тем еще попаданием. За компанию с рыжеголовкой мы добираемся до густонаселенной части дачных поселков и слышим от дамы предложение о сексе. Увидимся завтра после заката. Будем молоть зерно, принеси вина, а я принесу еду. Не хочу показаться привередливым, но глядя на местный люд и такие частые домогательства до Геральта мне все больше и больше охота, чтобы он хранил свое целомудрие. Поскольку все еще идет ночь, все люди спят, я дышал прогуляться и внезапно наткнулся на акт морального унижения краснолюда. Кто не знает, это такие местные дворфы. Зачем вы пристаете к этому краснолюду? Хотим сбрить ему бороду, он же нелюдь! Советую вам всем убраться по-тихому. Ты у нас любитель нелюдей, да? Убери оружие, парень, и прекращай махать тут руками, если не хочешь, чтобы я тебе их укоротил. Какой наглый! Хватайте его, парни! Убейте этого мутанта! Вы сами напросились. Боже, почему, если они думают, что Гешка мутант, то они спокойно смогут побить его и словить с этого приколы? Какие же все-таки кметы дефективные? Ничем не отличаются от СНГшной геймерской аудитории. Спасибо, что отцепил от меня этих шавок. Погоди. Геральт? Ты ли это? Этого краснолюда зовут Золтан, и в книгах он был одним из лучших друзей, верных товарищей и постоянных собутыльников Геральта. Однако, увидев нас, Бородач нехило так удивился, ведь он прекрасно помнит, как ехидного алкоголика посадили на вилы. Что-то не так? В этом весь ты. Ведьмак умер, потом вернулся к жизни, хотя никто не видел его пять лет, и теперь он хочет знать, что не так. Ты кто такой? Ты что, пьян? Я Золтан Хивай, приятель твой. Не могу объяснить. Ай, не надо объяснять ничего Золтану, я просто рад тебя видеть. Ты не понял, я утратил память. Знаешь что, Геральт, давай возьмем пиво и поговорим, как в старое доброе время. И хоть сам Ведьмак ничего не помнит, но дружелюбно настроенный челик в этих краях хочешь не хочешь, а вызовет доверие и симпатию. Правда, эти приятные эмоции потом снова испортили местные недочеловеки. Стоять, бра. То есть, гра... А кто ты такой? Ведьмак, как видишь. Мы из местной милиции. Следим здесь за порядком. На меня в таком случае внимания не обращайте. Я просто пойду своей дорогой. Нам велено проверить, чтоб ты был здоров. У меня иммунитет. Ничего не знаю, ни о каком там иммунитете. Сказано проверить, значит, надо проверить. Я в игры играю, чтобы убежать от суровой реальности, а в итоге все наоборот. Ну и как? Прошу я проверку. Выглядишь мерзко, но по крайней мере вполне здоров. Проходи. Вот вы смеетесь, а мне наш кретин-комиссар говорил абсолютно то же самое. Наступил день. Мы пошли на встречу с преподобным, который, ну, ведет себя абсолютно так же, как все остальные. Сгинь, да поглотит тебя вечный огонь, дьявольское отродье. Ты издеваешься надо мной, ведьмак? Возвращайся в потемки своей жизни, язычник. Успокойся, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Нам удается разговорить деда, и тот рассказывает про зверя. Во-первых, оказывается, что его уже пытался изгнать некий ведьмак, которого зовут, и тут внимание, Берингар. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Берингара? Он обещал нам сразить зверя, но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. Правда, у него ничего не вышло, поэтому преподобные скептически относятся к ремеслу ведьмаков и к нам в целом. В любом случае, я не Берингар. Во-вторых, по его мнению, самым действенным средством супротив дьявола Мохнатого будет вечный огонь, то есть вера, молитвы и прочие божественные рофлы. Поэтому он дает нам пять свечей, которые нужно оставить ночью в часовнях. Желательно сделать все это за одну ночь, иначе задание не засчитается. Геральт, конечно, сомневается в эффективности данного метода, за что получает порцию оскорблений, ярлык атеиста и просто минус к уважению. Вечный огонь, богохульник! Хорошо. Но это будет стоить тебе сто оренов. Да будет так! Вообще, неудивительно, то что Геральт даже на секунду не поверил, что эта тема сработает. Дело в том, что вера в вечный огонь это достаточно распространенная религия родом из Олидании. За ее пределами она популярна среди деревенской челяди и, мягко говоря, пахнет говной. Все истории про чудеса с огнем и спасение это не более чем приукрашенные слухи, которые преподносят как нечто особенное. Допустим, мы можем разговорить трактирщик и тот поведает нам, как люди в деревне страдали от чумы. Чума была ужасная. Косила людей направо и налево, а те умирали долго и мучительно. Но тут пришел преподобный, целый день не ел, не пил, не срал, молился. Если бы не преподобный, мы бы все умерли. А потом вместе с крестьянами очистил дома от греха и скверны. Мы взялись и на другой день всякая скверна была похоронена и забыта. Я поначалу не понял, что он имел в виду, но потом трактирщик сказал вот это. А потом преподобный сказал нам, вы хорошо сделали, очистив дома ваши от греха. Я знаю, как это было трудно. Я знаю, что это были ваши родные, но вечный огонь послал чуму в наказание за их грехи. Да, вы все правильно поняли. Преподобный вынудил селян убить всех больных и закопать без какого-либо сочувствия, потому что если ты больной, значит ты грешный анонист-извращенец. Затем, по словам трактирщика, умерло всего лишь несколько семей. Но остальные-то живы? Вот оно типичное чудо вечного огня. Это, конечно, очень поучительная история. Поэтому, когда я отнес огонь во все часовни, а призрачный Фури не ушел, я не особо удивился. Зато очень удивился преподобный. Я отнес вечный огонь во все часовни. Ты лжешь! Зверь все еще преследует нас! Я же говорил тебе, что это не сработает. Где моя плата? Дед ведет себя как каноничный средневековый узколобый верон. Когда что-то идет не так, он всю вину перекидывает на бабу. В нашем случае на барышню Абигайл. Нет сомнений, что причина это ведьма Абигайл. Она местная травница слэш-ведьма, которая за определенную плату помогает местным то прыщи вылечить, то просраться хорошенько после белковой диеты. Ведьма? Может быть она сможет рассказать нам больше? Ты хочешь связаться с этой безбожной шлендрой? Верун говорит, что это мерзкая женщина призвала зверя. И если мы узнаем правда это или нет, то он даст нам деньгу. Так и сделаю. За 300 оренов. Мы бедная община. Могу предложить только 200. Вообще неудивительно, что он так негативно к днаме относится. Ведь в религии вечного огня почитается мужское начало. А вот женское... Короче, в мире ведьмака все веруны по своей натуре любят диско, любят рок. Напоследок мы спрашиваем у него про Саламандр и правда ли, что они тут шастают? Я ищу людей, которые носят значки в форме Саламандр. В этом нет мудрости. Данный вопрос вызвал у пожилого кучу сомнений и даже страх. Ведь все селяне боятся их. И не без причины. Чтобы он смог дать нам больше инфы да и просто помочь, мы должны заслужить уважение местных авторитетов среди народа. А именно имбецильного стражника Микулы, богатого алкаша Ода и сомнительного торгаша Харена. Ода, Микулы и Харен, они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь, так что все их знают и уважают. Что ж, вроде бы ничего сложного, да? Нет. Для начала я решил навестить ведьму, так как вполне возможно именно она будет тут голосом разума. Правда, первым тревожным звоночком был лежачий в агонии мужик. Ааа, мой живот, как же больно, проклятая ведьма, ааа. Когда я спрашиваю обо всем этом саму даму, она поясняет, что местные мужики то и дело хотят ей запиндюрить против ее воли, на что она порой вынуждена защищаться. Меня принимают за шлюху, а я ведьма. Я это запомнил. Не бойся, ведьмак, я не настолько плохая. А тот негодяй скоро поправится. Конечно, мужики из чатика могут возмутиться и сказать, что она врет, она же ведьма, на что я скажу, что на самом деле все очень даже правдиво. Местные мужики реально только о половом сексе и думают. Сейчас убедишься, какое есть достоинство у настоящего мужчины. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Я тебе точно говорю. Почему красотки не смотрят на парней? Чем выше вырастет сосна, тем залезть сложней. Ни сосны, ни красотки не дружат с простаками, но повали хотя бы одну, а дальше лягут сами. Давайте дружно признаем, что уже тогда CD Projekt и не постеснялись показать, что в большинстве своем мужики это озабоченные животные, которые только и думают, куда случайный пакетик обмакнуть. Прямо как в жизни. Мы спрашиваем рыжую насчет зверя и та говорит, что сама не в курсах, но в этом деле может помочь странный парнишка Альвин с его потусторонними способностями. Для этого надо будет споить паренька самогоном, ингредиенты для которого мы быстренько собираем. От травяной настойки у парня снова едет крыша и вот что он говорит. Кровь невинных, кровь братьев. Мужчины смеются, женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото, золото и кровь рождается. Зверь! Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Абигайл, разбуди его. Несмотря на абстрактность данных заявлений, уже примерно можно понять, что вызвало зверя. А именно концентрированное человеческое негодяйство. Еще ведьма говорит нам про Берингара, который наблюдал за зверем и прежде чем уйти оставил заметки, прочитав которые узнаем, что зверь по своему типу похож на демона Альзура, которого видимо назвали в честь некогда великого мага Альзура, который мог призывать разного рода демонов и прочих тварей. Мы спрашиваем у Абигайл за демонов Альзура и нам рассказывают историю, что однажды этот чародей нашел тварь, которая была почти неубиваема. Но! Существо загадало ему ту самую типичную загадку сфинкса про ну вы поняли кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет. Альзур ответил на загадку правильно, но зверь все равно сразу же напал на него. Как оказалось правильный ответ не убил монстра, а сделал его уязвимым и открытым для атаки. Вы конечно спросите и чё? Я отвечу через Альвина с нами как раз таки говорил зверь и он спросил с нас кто виноват и кто вызвал его. Если мы обличим виновных то зверь ослабнет и тогда мы сможем его убить. Дело конечно жуть как запутано. Все непонятно и очень интересно. А наш ведьмак тот еще этот самый Жан-Поль Пуэро во. Для того чтобы полностью разобраться что здесь происходит мы идем завоевывать авторитет среди местных. Сначала я иду к алкоголику Ода который сидит дома хрючит и не очень культурно выпивает в полном одиночестве. Кто здесь? Я ведьмак. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Мое имя Геральт теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной мастер Гервант я ненавижу шпионов а ведь мы все знаем что шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. Понимаешь Понимаю Вот мы тут смеемся а его между прочим озвучивает Всеволод Кузнецов который в будущем стал голосом Геральта во второй и третьих частях Мы спрашиваем чем можем ему помочь и Ода охотно просит нас поубивать огромные сорняки у него на огороде Я не садовник Дай же мне закончить мастер Гервант Некоторое время назад у меня в саду вы выросли странные растения Они живые И в чем же проблема? Они теперь здоровые в человеческий рост и ветки такие большие Правда большей сложностью был договориться с ним о цене за работу Это будет стоить 120 оренов Мастер Гервант давай выпьем за погибель сорняков Я дам 50 оренов 120 и не ореном меньше Два сорняка за 70 оренов просто грабеж Я сказал 120 Ну мне же надо на что-то жить на что-то пить Да за здоровье кстати Мое последнее слово 80 Крепкая штука Может 100 Договорились И на дорожку Мы нажираемся из-за требований алкаша бухать и ночью в таком состоянии идем драться супротив огромных сорняков Когда же мы возвращаемся то этот чертов алкоголик ведет себя абсолютно типичным образом Я истребил чудовище в саду Плати Что случилось Мастер Гервант пришел за своими 80 оренами Вот они Мы сговорились на 100 Не помню такого Мы конечно немножко выпили но моя память меня редко подводит Так послушай-ка Хорошо Хорошо Вот твои деньги псих ненормальный Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде Но нет Он на 100 Ты меня пугаешь Мастер Гервант Ведьмак Когда не успел пройти и третьей игры а уже стал человеконенавистником Мы выходим от ода и видим как на участке пес его брательника подозрительно лает стоя на том месте где раньше рос один из сорняков переростков Берегись иголок эхенопса щеночек И что ты сторожишь? Ну ладно Ты мне тоже не нравишься Если прочитать про эти растения в бестиарии то там будет сказано что эхенопсы эти сорняки имеют свойство расти там где случилось преступление чаще убийство или же там где зарыты трупы Поэтому в их модельках и нарисованы человеческие останки Также они стремятся отомстить тем кто совершил это преступление На вашем месте я бы начал потихоньку подозревать неладное Единственной отрадой для меня является наш товарищ Золтан который кстати учит нас главному местному развлечению игре в кости Это покер но с костями Отличная игра Не требует такой сосредоточенности как карты а удовольствия получаешь не меньше Да-да до этих ваших гвинтов Олды обчищали ненавистных персонажей в покерок на костях Того же самого Ода я обобрал до нитки Ода мне кажется что ты хотел обмануть Милздаря Герванда Золтан мне сказал что ты сам любишь поиграть в кости Гервант отвалили Кстати после общения с Золтаном я нарвался на некого купца Леу Вардена Ведьмак Ну наконец-то хоть один разумный человек в этом болоте А с кем я имею честь общаться Леу Варден Купец Из тех самых Леу Варденов Это знатный хитрый мажор который имеет для нас работенку Он просит нас найти его знакомого который по своей глупости решил найти тайный проход в город лежащий якобы через пещеру с чудовищами Я заплачу 200 аренов если ты спасешь его или найдешь его останки и похоронишь Как подобает Очевидно что братан где-то сфейлил В пещере тайного прохода нет а труп товарища был в желудке одного из сорняков Поэтому в этом мире быть веганом идея обреченная на провал По просьбе купца я иду к преподобному чтобы похоронить его Внутри склепа лежит полуразрушенный саркофаг Он тебе подойдет Полуразрушенный Ты бы предпочел выкопать яму в лесу? Вроде типичный заказ ради бабок но при погребении внезапно появляется король Дикой Охоты Помнишь меня Белый Волк? Помню Вы преследовали меня Ты и твоя призрачная свита Для тех кто не в курсах в книгах Дикой Охоты это орда странных поехавших призрачных садников которые мчатся то тут то там и устраивают лютый угарный хаос Знай ведьмак когда-нибудь ты отдашь мне душу дорогого тебе человека это предначертано человека дорогого для тебя но далекого путешественника вне времени оглядывайся иногда я всегда буду идти по твоему следу После общения с ним появляется призрак Лео с претензиями Смерть не может поймать тебя поэтому забирает нас смерть преследует тебя идет по твоим следам белый волк но умирают всегда другие из-за тебя ты как из могилы вылез этого недовольного мы насаживаем на стальной кукан ну да ладно следующим делом идем помогать торгашу Харену Брогу хрену порога приветствую милздарь а ты Харен Брок торговец и посредник к вашим услугам с виду с ним проблем должно быть поменьше он просит нас убить утопцев которые то и дело портят его товар стоящий на берегу если мы их убьем то она и денег не пожалеет и просто благодарен будет однако осложнения пошли сразу как я убил утопцев кэдмилхавкаарен приветствую вас найнт хойне эссе ваткерн тебе нас не запугать ведьмак где Харен Брок он обещал нам у него должен быть для нас товар от говенкаров эти самые эльфы и краснолюды представляют из себя группировку с КТЛ или белок по нашему для тех кто не знает с КТЛ это не люди не согласны с угнетением и притеснением со стороны людей которые в свою очередь презирают иных и убивают поэтому они ныкаются хрен знает где и всячески пытаются устраивать диверсии чтобы человеческая жизнь медом не казалось сейчас эти рецидивисты просят нас отойти и дать им возможность забрать товар который Харен Брок якобы оставил им с одной стороны я бы мог с легкостью отдать им товары но терроризм это плохо понятненько я им отказываю идти яростно набрасываются лицом на мой кулак Харен доволен и рофлиц эльфов их друзья скорее всего вернутся за товаром скажем им что во всем виноваты утопцы плюс он дает нам задание на будущее отдать сверток некому челику по кличке Кирпич который чилит в Изиме ладно мне не сложно да и в Изиму надеюсь мы скоро попадем далее я иду помогать дебильному стражнику Микули стой что? что значит что? я хочу войти в город нет тут это как его Кармантин этот тоже ведет себя как самый типичный недоразвитый но тем не менее он дает нам задание по очистке склепа от внезапно появившихся мертвяков конечно господин когда мы оказываемся в склепе сразу же понимаем откуда тут трупоеды какая-то баба взяла и порофлила над жизнью выпив нехорошего яду гулей тут много но приятной наградой за очистку стал камень силы у которого мы получили мощь знака игни да да тот самый знак который позволяет кастовать огненный выпук помогающий коптить наших противников и вот мы мчимся за наградой но все снова идет по пенгадину на мосту мы сталкиваемся с саламандрами гопстопнувшими калькштейна с радостью вырезаем криминальные элементы и ловим типичные для данной игры трули последствия от наших решений экспириенс знаю что именно послужила причина этих событий саламандре нужно оборудование чтобы использовать украденные секреты без аппаратуры нет никакого толку от мутагенов им почти удалось украсть сокровища калькштейна они почти достигли успеха в каэрмархен главное что почти если бы я решил остаться с весемиром все было бы по другому в такие моменты я радуюсь так как понимаю что ведьмак это самая настоящая ролевая игра с нелинейным сюжетом и результатами наших решений если бы ты знал к чему это приведет ты поступил бы иначе нет это было правильное решение и я сумел справиться с последствиями я не удивлен я так и думал что ты из тех что никогда не оглядываются назад рассказываем Микуле про гули и мертвую бабищу внезапно оказывается что он эту даму знал нельзя нет не может быть я ее любил так сильно имени ее я не знаю видимо она отравилась нет нет эта злая корга отравила мою имезу чертова сука отравила имезу нет замечательно поразительно гениально и вот мы завоевали уважение местных при подобном рассказываем про то что узнали а именно то что зверя вызвало не обигайл а селянская распи злоба жадность плохие поступки и т.д. дед кивает делает какие-то для себя выводы и говорит что ему нужно собрать людей чтобы побороться со злом правда истину того что он задумал мы узнаем очень даже скоро должен признать я впечатлен может быть тебе удастся одолеть и саламандр наконец-то он дает инфу про саламандр а именно то что они засели в тайном логове и что ключ у трактирщика и ведьмак да ничего да светит твою душу вечный огонь в самом трактире мы видим очередную я бы даже сказал типичную картину кучка алкашей и бандитов которые хотят присунуть бабищи в лице Шани нет оставь меня в покое уууу голубка наша проворкуй нам другую песенку ха 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 убери от меня руки болван да она храбрая это здорово а давай сделаем то же что и с Микулой помнишь его девочку Ильзу отличная была наверещала так как надеюсь вы потихонечку понимаете что тут на самом деле произошло бандитов мы убиваем потому что это весело и от писечки Шани хрен с ушами узнаем что она хочет уже свалить отсюда но перед этим нам надо бы уже разобраться с саламандрами у трактирщика из-за леса из-за гор достаем ключик и подходим к секретному дому эй друг а дань кто будет платить какую дань да детей же идиотина со слов бандитов мы узнаем что кто-то продает им детей а в самом доме находятся товары Карена Брога так этот ублюдок торгует с саламандрами масштабы гнусности местного бытия становятся мега очевидными через подвалы дома мы попадаем в пещеры где ныкаются несколько саламандр я давно тебя жду деревенский живодер из службы очистки один из них пытается пойти на мировую говоря что торчинальт из ряженки ничем не лучше их ведь работает на насильников и убийц нам поясняют что тот же самый Ода хотел обучиться у них убивать воинов Ода это вшивота деревенская кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том что когда-то они принадлежали воину а этот толстяк похож скорее на пьяницу ты что воин? нет с чего ты взял? я заметил вон те доспехи это брат моего он сражался в битве под Бренной и в других местах тоже не люблю я солдат ну кроме брата моего конечно понимаем что адский барбос тут появился далеко не из-за скидок на чапе еще мы узнаем что того смуглого мага зовут Азар Явет и что с ними некоторое время тусовался загадочный ведьмак Берингард который вскоре смотался Азар Явет может быть очень убедительным инфа хоть и полезная но вот бандитам совсем не помогла а теперь потанцуем опаньки мальчик с пальчик отлично ты с мечом управляешься Альвин а ты как здесь оказался преподобный отправил меня в заброшенный дом сказал меня там будут ждать ах он ну блин я рад что с тобой все в порядке да вы все поняли абсолютно верно преподобный втихаря продавал детей саламандром и не простых детей а тех чьих родителей убили жители в попытках очистить деревню от чумы Куда подевались все сироты из покинутых домов Первый ведьмак это когда утопец более положительный персонаж чем большинство челиков Я слышал как они говорили что нас отведут в Визиму В Визиму именно туда я и отправлюсь на поиски саламандры Дети идите за мной надо выбираться из этой пещеры В другой части пещеры мы внезапно находим Абигайл который готовит в котле либо жареный суп либо мощное колдунство а заодно дает понять зачем преподобный хотел собрать всех местных жителей чтобы убить Абигайл Причем не просто изнасиловал а вместе с другими жителями пустил ее по кругу когда же она покончила с собой он очень сильно удивился НЕТ Конечно же Геральт упрекает Абигайл, ведь та продала яд Ильзи и просто продолжала оказывать услуги местным, несмотря на то, что знала о происходящем. И ведь не поспоришь. А еще она предлагает нам перепих, но как говорится на древнеславянском, коль писюн ты свой макнул, ты зашкваренный петух. Блин, как же в этом мире плохи дела с мужским полом, что каждая встречная предлагает перепих страшному бомжу-наркоману. Теперь мы должны выбирать между большим и меньшим злом. И это сложно, потому что уж больно тут все неоднозначно. Происходит суд, где мы решаем, кто виноват. Само собой все врут. Ода говорит, что это Абигайл охмурило его брата-богача, и тот собирался со всем его золотом жениться на ней. Но тут якобы тот отверг ее, и ведьма околдовала алкаша, чтобы тот совершил убийство. Подчинила себе мои руки и убила его. О мерзость, о коварство. Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне. Харрен Брок говорит, что Абигайл якобы вынудила его торговать со СКТЛ-ами, так как обещала за это переспать с ним. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Преподобный обвиняет Абигайл, так как та продала Ильзе яд и тем самым убила ее. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. Ну и напоследок обвиняет ее в том, что она якобы всех околдовала и заставила делать всякие нехорошие вещи. И вообще зверь именно ее вина. Ведь она баба. Так что хоть Абигайл и ведьма, но большим злом тут будут именно селяне. От зари времен, женщина, корень всякого лиха, это орудие хаоса, строит козни против рода людского. Женщина, влекома лишь похотью, ради своих влечений противных природе, она демонам охотно служит. Геральт посылает всех на три буквы и пытается воззвать к совести. Но какая совесть у этих вражденцев, а? Пшел вон, ведьмак. Оставь ведьму. А ты попробуй, кмет. Пошел прочь, мразь. У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется. Каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью. Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идем. Займемся зверем. Вообще, насколько я предполагаю, в данном случае выбор должен был быть не таким очевидным, как может показаться. В определенных моментах видно, что разработчики некоторые квесты либо не доделали, либо вырезали. Дело в том, что если быть равнодушным и отдать Абигайл на растерзание местных жителей, то напоследок она проклянет всех именем Львина Голового Паука. Будь ты проклят, Белый Волк. Будьте прокляты, вы убийцы. Проклинаю вас именем Львина Голового Паука. Мало кто знает, но действительно есть очень нехороший культ имени такого вот создания. Его поклонники приносят людей в жертву, вызывают массовые проклятия, а еще они бродят по сожженным деревням и воруют детей, чтобы жертвовать их богу, либо же обучать. Также в каждом культе есть своя верховная жрица. Может быть, это она вызвала чуму, которая покосила всех взрослых, но оставила незараженными детей. Между прочим, ярыми противниками этого культа являются как раз таки служители Вечного Огня. А возможно, она просто бывший член этого культа, который отделился от них и теперь просто пытается жить относительно мирной жизнью в этом колхозном море. Этого нам так и не получится узнать. Мы обличили виновных, тем самым ответив на вопрос зверя. Вместе с Абигайл мы выходим на стрелку против призрака. Начинается махач, во время которого мне порой надо просто бегать, пока ласточка регенит меня. Уж больно этот пес кусачий. Правда, когда я его убиваю, внезапно появляются селяне. Это была твоя последняя ошибка. Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Умри, проклятый мутант. На вас двоих у меня хватит сил. Фома, на вилы его! Ой, мнаааа, эти идиоты просто не обучаемые, конченые. С трупа преподобного мы лутаем пропуск в Изиму, берем под ручку Шани, и вот вроде бы все будет хорошо. У меня есть пропуск, впусти меня в Изиму. Я хочу сказать, я, мне очень жаль, прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Но ссыкливый дебилоид Микулас дает нас в руки булдык. Милздар, сержант! Тот ведьмак, я о нем говорил! Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздар, сержант! Ведьмак, грязный выродок! Богохульник и фальсификатор? Он спрашивал, кого опускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Агда! Да, нас сажают в тюрьму. На этом заканчивается первая глава приключений Белобрысова Косипоши из Ривии. А на сегодня все, мои дорогие друзья и товарищи. Но я вам советую не расслабляться. Если вы думаете, что деревенские заговоры были мозговыносящими и мерзкими, то происходящее в самой Визиме вас и вовсе заставит потерять веру в здешних людей. Потому что это мир ведьмака. Фэнтези, где все прямо как в жизни.